Команда Армель, привет! В этом видео я хотела бы поговорить с вами о планировании. От планирования зависит то, что произойдет с вашим бизнесом. От планирования зависит то, насколько быстро и эффективный будет у вас старт. От вашего результата будет зависеть, какие люди придут к вам в команду. Поэтому можно сделать вывод, что один из главных аспектов в любом сетевом проекте, какой бы он ни был, это планирование. И сейчас я вам на личном примере покажу, что происходило у меня в октябре месяце, когда я 3,5 недели пришла в компанию. Я начала именно с планирования. Сейчас я по пунктикам расскажу, что я написала и что сбылось. И потом вы сможете сделать вывод, вообще стоит ли планировать. И на основании этого стратегически важно запланировать месяц ноябрь, что сейчас я и делаю. Итак, вернемся в октябрь. Первое, что я сделала, взяла листок и написала основные пункты. Первый пункт. За первый месяц сотрудничества с Армель я вышла на 9% до 31 октября 2017 года. Здесь вы видите такая жирная обведенная циферка 9. На самом деле вы сейчас будете смеяться. Начиналось все с 3%. Я поставила себе планку 3%. Проходит неделя. Я понимаю, что я с легкостью выполняю как бы сама 3%. Меняю цифру 3 на цифру 6. Думаю, ну 6 это будет уже ох, первый месяц и 6. Но когда понимаю, что происходит просто движение, просто взрыв этого бизнеса, что можно спокойно занимать лидирующие позиции на рынке, я со страхом, но я меняю цифру на 9. И до 31 октября я закрываю 9% даже с хвостиком на 133 балла больше. То есть я выжила себя до конца, помогая тем самым вышестоящим спонсорам, потому что кому-то мои там 50, 30, 40 баллов, они сыграли огромную роль. А дальше происходит дублирование, потому что когда-то у меня будет такая ситуация, что мне будет, допустим, не хватать там 100 баллов до закрытия какого-то уровня. И здесь важно, насколько вы командный игрок, насколько вы помогаете сегодня кому-то, а завтра помогут вам. Поэтому первый пункт сбылся на все 100%. Из этих 9% моих 135 личных баллов. Соответственно, я сама лично сделала 3%. Остальная заслуга – это заслуга моей команды. Девочки, я еще раз благодарю вас за ту работу, которую вы проделали в октябре. Я безумно рада, что 10 человек из вас уже закрыли уровень 3%. И я уверена, что мы с вами будем самой лучшей командой в компании «Армель». И о нас будут говорить много, часто, и мы не будем уходить со сцены. Поэтому, девчонки, ноябрь, ноябрь планируем очень четко. Все сбывается. Второй момент. Я сделала акцент на приглашении в команду к себе. Ко мне активно подключаются новые партнеры. Минимум 5 человек. Когда мы приходим в бизнес и начинаем что-то новое, у нас всегда есть страхи. А получится ли? А пойдут за мной люди? И я для себя, основываясь на предыдущем опыте, поставила планочку 5 человек минимум. Но, опять же повторюсь, так как это начало, так как это старт, так как это нужный продукт, я лично пригласила, как вы думаете, сколько? 6, 7, 10? Не угадали? 24 человека. Из них 6 человек я отдала уже в глубину, помогая своим активным, я подчеркну слово, активным партнерам строить свои команды. Поэтому нигде нет халявы. Есть труд, есть четкое понимание того, что мы делаем и куда мы движемся. Так вот, если ключевой человек, я всегда это оговариваю со своими партнерами, то я готова 24 часа работать на ваш результат, тем самым помогая вам и помогая себе. В сетевом бизнесе это неизбежно. Следующий момент. Это, конечно же, нам нужно сеять семена, рассказывать о продукте, знакомиться с людьми. И я написала, что я с легкостью делаю 20 холодных контактов в день. Могу сказать, что сейчас эта цифра гораздо больше. Поначалу, да, я ходила, тестировала ароматы, делала по 20 подходов к людям. Сейчас, учитывая, что еще присоединен интернет, таких людей гораздо больше. Иногда у меня к вечеру просто отваливается язык. Я уже не могу даже спокойной ночи сказать любимому супругу. Но я знаю, ради чего это. Девчонки, год активной работы, год. И вы получите результат. И я работаю сейчас тоже ради этого результата. Четвертый пункт. Каждый день у меня покупают ароматы. Ну, вот с этим пунктиком не совсем происходит каждый день. В силу того, что я начала активно строить команду. И меня, ну, просто чисто физически, да, не хватает, чтобы пойти и продавать. Но могу сказать, что те 3%, которые я сделала лично, это не выкупленный уровень. Это то, что я реально продала. И сейчас у меня нет лишних флаконов. Поэтому всю первую зарплату я спускаю на ароматы в склад. Ну, кроме одного момента, вы увидите видео, на что я еще потратила свою зарплату. Смотрите по ссылочке, переходите. А вообще, все свободные деньги я сейчас стараюсь вложить в продукции, понимая, что с этого я получу как минимум 40%. То есть я увеличу, да, свой доход. То есть можно деньги хранить под подушечкой и думать, вот они лежат. А можно впустить на несколько месяцев оборот и увеличить их на 40%. Такой процент вам не даст ни один банк, да, если мы вкладываем деньги. А здесь будет польза, у вас будут расти клиенты, у вас будет расти структура. Следующий момент. Я или мой партнер открывает в ноябре склад. Это должно произойти до 30 ноября 2017 года. А теперь ответьте, пожалуйста, в комментариях. Как вы думаете, сбудется ли этот пункт? И будет ли у меня в Оренбурге склад до конца ноября? Учитывая, как работают первые 4 пункта. Я жду ваши ответы в комментариях. Шестой пункт. На семинаре 22 октября я звезда и пример. Ну, здесь, наверное, как и любой девушке, мужчине, хочется такого момента признания, да. Но об этом, опять же, судить вам. Вы наблюдаете за мной по моим видео, по количеству видео. Вы видели, как проходил семинар. Поэтому тоже будет интересно узнать ваше мнение, получилось ли у меня получить немножечко такую порцию признания уже в новой компании за 3,5 недели нахождения активного в бизнесе с компанией Армель. И еще одна такая картинка мечта. Это автомобиль от компании. Я получаю первую в Оренбурге машину от компании до 5 октября 2017 года. И это должен быть Mercedes. Здесь я себе ставлю планочку год. То есть за год активной работы, как я уже говорила, я хочу выйти на хороший уровень дохода, иметь машину и обязательно съездить куда-то с компанией. Как вы думаете, при моем планировании, при моем действии, то, что сейчас происходит, будет у меня Mercedes через год или нет? Тоже пишите, пожалуйста, свои комментарии. Ну, а сейчас остается сделать такое маленькое напутствие. Начался месяц ноябрь, и планирование нужно делать именно в начале месяца. Не в середине, не в конце, а в начале. Потому что порой, когда мы что-то много делаем, результат приходит как будто бы из ниоткуда. Но на самом деле, конечно, мы работу проделываем. То есть четкая фокусация на чем-то, это знаете, как объектив фотоаппарата. Можно фотографировать, не настроить объектив, и фотографии будут расплывчатые. Также и здесь, если мы настраиваем фокус, четкая мысль, хочу, хочу, сделаю, это обязательно, обязательно происходит. И как некоторые говорят, что Тане Клопотовой повезло, что у нее такой активный партнер появился. Опять же, любимая моя фраза, везет тому, кто везет. Значит, Таня проделала перед этим огромную работу, что на нее свалилась такая вот Олеся Селезнева. Поэтому сейчас для тех, кому нужна моя помощь в планировании, обращаюсь к своей команде. Я жду ваших звонков. Не бойтесь меня потревожить. Это важно для вас и важно для меня, потому что я своих спонсоров дергаю каждый день. От меня нет покоя, но есть от меня результат. Поэтому вы для тех, кому я нужна в помощь, пожалуйста, мне позвоните, мы обязательно запланируем ноябрь. Либо, если вы можете это сделать самостоятельно, напишите план, сфотографируйте и отправьте мне его в личку. Ну, на этом все. Пора действовать. Хватит говорить, надо делать. Я желаю всем удачного дня. Сегодня, завтра жду ваших звонков. Всем пока! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране. Субтитры сделал DimaTorzok